всем привет с вами кмаров виталий и сегодня у нас интересная темочка опять про ильмино это уже по моим 3 или 4 видео про ильмино то у нас там сейчас происходит интересно короче всю эту семью ромашиных вера николаевны всех повязали на нарушение самоизоляции про всех вот участковую вышел ага там вот ромашины идут все нарушение самоизоляции на них составлен протокол и их теперь таскает по судам из-за нарушения этой самоизоляции напоминаю все началось с той самой злополучной дороге нам пришли куча отписок по этой фигне короче если по этой дороге чуть меньше 500 машин то офсальт не нужен совсем достаточно щебенки ну ладно если щебенка то но как мне сказали там за место щебенки битый кирпич смешанный с песком жители говорят вроде пока нормально чем будет дальше хрен узнать но весь фокус в том что на эту дорогу выделялось 40 миллионов рублей и это еще было несколько лет назад когда щебенка была дешевле когда асфальт был дешевле вроде бы как все и нормально ну ладно там да но другой то стороны щебенки то нет а есть битый кирпич и всем скажем что это все нормально хотя бы это но извините меня щебенка есть щебенка и уже дорог совсем другая а по этой штуке у меня возникает вопросы первое где взяли кирпич это на тот самый кирпич на который ушли эти 40 лямов это значит что-то разобрали что-то там переколотили передолбили получилось вот это да получается бабло то отмыли не но я конечно понимаю да бабло отмывают отмывают в нашей стране и отмывали всегда вопрос в каком процентном соотношении и когда вот эту дорогу жителям бросает как голодные собаки или не голодный паршивый собаки к кучка будет полугнившим был заткнитесь вот тебе дорога и вперед так вот с этой дороге всего лишь с одной дороге бабулька бабка и титью мать возмутил и что деньги дали дороге нет вот я это как-то не понимаю да вот вообще у нас тут тоже например суть слухи ползает уже что у нас за счет благоустройства нашего района как там мы эту программу называется комфортная среда у нас уже слухи ползут что один чиновник купил своему ребеночку квартирку москве там это за 27 что другой чиновник купил какую-то квартирку там в пензии за сколько-то машинки стали какие-то там что-то появляться но это короче только слухи и любого у нас спроси что у нас делается все как один скажет бабло отмывает но отмывает ладно вот хотя бы ну хоть что-то делается и кстати не без участия жителей самих тоже возмущались сколько всего писали 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 и одни отписки 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 напомнить то что у нас в больнице да у нас до сих пор в каменку возят за 50 километров людьми людьми людей с инсультами мало того что они возят хрен тебя знает куда за 50 или 90 километров так ищущий пересадкой этот скорой доезжает до одного места останавливается дать меня за эту застрелить надо наверно то что я такой вот говорю вот и у них вот так вот ильменова у них там своя власть как я понимаю там досталось многим в том числе и акушерки видит акушерки как ее фельдшеру в этом ильменом у нас же ведь как ты вопрос любишь создавать справедливости хочешь да а вот хрень тебя у тебя кровь брать не буду или харин тебя эти укол делать не будут вот как вы мне не говорите но фельдшер в деревне это это великий чиновник и с ним поссориться то ой как и вот они мне сами звонили муж ее звонил мне да он недоволен да там напрягает их здорово но извини меня чё ты чё вы там сами натворили то вы и получаете там так вам и население относится да там прогибается вот вы когда перед вами прогибается люди это вот прям вот прям хорошо но когда дрыч дрыч начинают это плохо а из чего дрыч дрыч то вот ты фельдшер там вот человек боролся за дорогу куда бабло делать ты какую хрен туда влезла вижу все с этого началось нет бы человека поддержать не от против власти пошел не отдавай меня чё там я не на пускай глава администрации на меня накинется там порвет меня чё там пускай менты меня там поистерегут где-нибудь вдруг я без я кстати без маски хожу везде и всюду потому что маска она рекомендована она не обязательно это уж там белозерцев что-то написал строго он у нас там кто белозерцев он губернатор он чё врач он чё у нас там профессор каких-то там медицинских наук он бывший вояка роспотребнадзор у нас об этом ничего не говорит мол ай-яй-яй без маски чтоб куда-то соваться а вот вельмино участковая так вот сделал о ромашины пиздует надо охуячить вот это вот прям красота я не знаю вот из вот почему у нас полица ментами называют вот этот участковый вот он мент вот и притом поганый блять я вот так вот считаю полицейские вот у нас как-то полицейские я не знаю они знают что в случае я камеру достану и то что там они будут кричать нельзя снимать непонятно я там да мне плевать ты свои служебные обязанности выполняешь и я тебя буду снимать а это красота с одной деревне всю семью по отдельности сколько там их человек всех охуярили на всех составили протокол без масочный режим не создает красотища менте прям вот респект были участковыми как-то тебя за яйца плетен подвечет ты мне скажи здесь ты вот на моей улице ты сам так вел бы ебте точно за яйца подвесил я был правда это чёрт за бардак так как это так можно ромаш вышли а они там когда-то блять хрен тебя знает сколько лет насчет дороги вопрос поднять машин вот эти отомщу были молодец еще там чё-то какого-то не инвалида там чё-то заломали при том вместе с главой блять это тоже в семье ромашно молодец молодцы вот прям вот варежку вам вот такой вот варежка во блять молодцы ребят блять инвалиды заломать блять чё там блять одного на одну ногу хромает пускай на вторую хромает правильно блять давай дальше так чё красота блять у вас там чё эльмино блять вот я не знаю вот участкового блять у главы этой какой-то там этой деревне блять у вас чё глава блять она у вас чё в жопе что ли я не пойму вы чё делаете-то блять хрен тебя знает сколько лет назад поднят вопрос и за дороги и со всего этого поехала поехал вот ходи сюда ты мне не нравишься ходи сюда эти раком ставлю вот это у вас так называется я так понимаю да молодцы млень вот ребят распространяйте это видео вот я хочу чтобы вот про это льмино блять знала блять вообще весь мир блять это просто вот красота это вот идеал нашей власти вот такой вот бурить ура прям таки красота ужас ужас и красота я уже не знаю все вместе взяты как вот так вот четко мы эти ромашны держат хренову тучи скотины они на ней вьювы на эту скотину вьювы нет гаишники блять ловит за все про все ловит и чё там фельдшер на них тоже крысится млять тоже судами все грозится кто там еще главы тоже вот олег сарнацкий и я вот мы вот такие два умных и ёбнутых вот поддерживаем вот такие вот да странно так ну что ж все это то что я сегодня вам хотел сказать рассказать вот такое вот у нас происходит это в пенинской области недаром говорят у нас насчет закона это яма большая огромная яма тут олег сарнацкий так у нас не закон у нас в этом месте яма у нас закон как поверх пролетает у нас чё хотят то и дел и нормально так ну что ж распространяйте это видео вот ребят мне очень хочется чтобы вот каждый взял вот не просто класс поставил а поделился 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 там стрелочка есть вот делитесь этим видео распространяйте его как можно больше чтобы все видели все об этом знали что такая хрень бывает что если ты скажешь что дорога хреновая то тебя раком нагнул вот так вот ну что ж пока подписывайтесь на канал распространяйте видео